Что вам приходит в голову, когда вы думаете о 8 марта? Толпы мужчин рядом с цветочными киосками. Шоколадки, конфеты. Еще, может быть, кто-то вспоминает Клару Цеткин и Розу Люксембург. Эти женщины были растиражированы советской пропагандой. Мне кажется, мы немного забыли об истинной сути этого праздника. Борьба феминисток за права для всех женщин. Сегодня я хочу рассказать о том, что не так с советским 8 марта. Кому на самом деле мы обязаны тем, что женщины имеют равные права с мужчинами и о прогрессивных украинках, которые сыграли огромную роль в феминистическом движении в Европе. Меня зовут Аким Галимов и это Реальная История. Конец 19-го, начало 20-го века. Сегодня трудно в это поверить, но тогда женщины не имели права учиться в университетах, голосовать, разводиться или быть единственным опекуном своих детей. За одинаково тяжелую физическую работу на предприятиях им платят в половину меньше, чем мужчинам. А в светских салонах спорят, является ли женщина вообще сознательной личностью, равноценной мужчине. Можно ли ей давать такое же образование, потому что вдруг это повредит репродуктивной системе. И это не шутка. Некоторые врачи того времени такое всерьез утверждали. Первая девушка смогла поступить в университет только потому, что мужчины восприняли это за шутку. В 1847 году американка Элизабет Блэквелл подала документы в Женевский медицинский колледж США. Декан отказался что-либо решать и предложил проголосовать студентам. Даже один голос против означал бы отказ. Студенты же решили, что декан шутит и дружно проголосовали за. Первой страной мира, официально позволившей вступать в свои вузы женщинам, стала Швейцария в 1865 году. Но после этого еще 70 лет девушки с высшим образованием были очень редким явлением. За равный доступ к знаниям, как и за другие права, женщинам пришлось изрядно побороться. В конце 19 века в Британии зарождается первое женское движение за права – суфражистки, так названный от французского «сувхаж» – избирательное право. Затем движение распространяется в Соединенные Штаты. Эти дамы, как правило, из богатых семей, устраивают демонстрации, митинги и то, что мы сейчас называли бы флешмобами, чтобы убедить глав государств и правительств позволить женщинам голосовать. Британские суфражистки время от времени оказывались в тюремных камерах. Дамы часто сражались с полицейскими, могли поджечь авто или здания, врывались на заседания парламента и деловые встречи, а еще постоянно разбивали витрины магазинов и дорогих ресторанов, могли кинуть камень в окна министров или спикера парламента. Впрочем, британские суфражистки не только хулиганили, на самом деле эти женщины проводили большую просветительскую работу. Ораторским способностям некоторых суфражисток могли позавидовать самые известные мировые политики, как, например, Эмилин Панкхерст, которая проводила публичные лекции в разных уголках Англии. На один из митингов в лондонском гайдпарке послушать эту выдающуюся ораторшу сошлось около полумиллиона человек. Позже журнал Time признал Панкхерст одной из ста величайших личностей 20 века. Менее радикальным было движение суфражисток в США. По крайней мере, в начале. В 1872 году, во время президентских выборов, миловидная дама Сьюзан Энтони пришла на избирательный участок и с уверенным видом взяла бюллетень. Члены комиссии сначала онемели от неслыханной наглости, а затем вырвали бюллетень из рук женщины. Нарушительницу порядка, конечно, арестовали. После выхода из тюрьмы Сьюзан ездит по стране с лекциями, создает общественные организации, издает газету «Революция». Этой даме американки обязаны доступом к высшему образованию. При жизни Энтони количество женщин-студенток в высших учебных заведениях США выросло с нуля до 36 тысяч. А в 1878 году она сделала, в общем, беспрецедентную вещь. Написала и подала в Конгресс поправку, дававшую женщинам «Право голоса». Позже она станет известна как поправка Сьюзан Энтони или 19-я поправка Конституции Соединенных Штатов. Правда, приняли ее уже после смерти автора. Энтони скончалась в 1896 году. Ей было 86 лет. Получение американками избирательного права связывают с именем другой дамы – Элис Пол. Эта женщина проводила колоссальную просветительскую работу во всех штатах, а еще вместе с подругами-суфражистками использовала массовые зрелищные шоу для агитации. Одно из первых произошло за день до инаугурации в Вашингтоне Вудре Вильсона – 3 марта 1913 года. Тогда 8 тысяч суфражисток устроили костюмированный парад на Пенсильван-авеню. Возглавляла шествие известная тогда адвокат Инесс Милхолланд. Она медленно ехала на белом коне и театрально выкрикивала «Господин Вильсон, когда же вы примете поправку?». Далее женщины в открытых экипажах выступали перед публикой с агитацией. Зрители восторженно приветствовали парад, рассматривали изысканные наряды суфражисток. На их фоне плакаты на фасадах с приветствиями Вильсона выглядели незаметными. Посмотреть на парад собралось более 50 тысяч человек. Но когда выяснилось, что лекции и парады не помогают, Элис с коллегами сформировали в 1916 году национальную женскую партию. И тогда уже пошли по пути британок – массовые митинги, пикеты у Белого дома и голодовка. Именно в результате голодовки Элис Пол и огласки в прессе президент Вильсон в январе 1918 года объявил, что женское избирательное право – это необходимая мера. А через два года была наконец принята 19-я поправка Конституции Соединенных Штатов. Несколькими годами позже, в 1928 году, избирательное право получили британские женщины. А теперь давайте посмотрим, что в это время было с правами женщин в Украине. В конце 19-го, начале 20-го века украинцы не имели своего государства. Часть жила в Российской империи, часть на западноукраинских землях, которые тогда входили в состав Австро-Венгрии. Это и определило главное направление феминистического движения в Украине. Наравне с тем, что женщины боролись за свои права, они главным образом хотели бороться за права нации. Интересно, что первые украинские женские организации возникли одновременно в Киеве и Станиславе, нынешнем Ивано-Франковске, в 1884 году. В Киеве женский кружок организовала курсистка женских курсов Елена Доброграева. Среднее образование девушка получила в Институте благородных девиц. А затем поступила на высшие женские курсы, которые за 6 лет до этого открылись в Киеве. Женское заведение существовало на общественные пожертвования. Там было два факультета – физико-математический и историко-филологический. И лекции читали такие же, как и для студентов Киевского университета. Елена Доброграева разработала программу для женского кружка и приглашала туда курсисток, таких, как и сама. Изучали Украину и народ, исторические песни и пословицы, изучали произведения на социальные и политические темы. Больше всего Михаила Драгоманова. Дипломная работа Елены о гайдамаках на самом деле была очень классной и могла в то время наделать много шума в научных кругах. Даже ее научный руководитель Владимир Антонович говорил о том, что в этой работе есть выводы и некоторые параллели, которым тогда могли бы позавидовать многие известные ученые. Но случилось, как в плохом Водевиле. Мать Елены нашла эту работу и сочла ее слишком вольнодумной. Она уничтожила рукопись. Больше Елена ничего создать не успела. Она умерла от чахотки в 25 лет. Но сотни девушек из ее кружка разъехались по всей Украине, чтобы преподавать и вести просветительскую деятельность среди украинских женщин. У основательницы женского движения в Станиславе жизненный путь был гораздо длиннее. Наталью Кабринскую современные историки называют первой украинской феминисткой. Отец Натальи был греко-католическим священником, депутатом Галецкого сейма и австрийского парламента, а кроме этого поэтом и драматургом. Именно отец озаботился, чтобы Наталья получила хорошее домашнее образование. Позже ее стремление к интеллектуальному развитию поддержал ее муж, Теофил Кабринский. Благородный человек, теолог, этнограф, певец и композитор. Они были настоящими единомышленниками, но Теофил внезапно скончался. В 27 лет Наталья стала вдовой. Отец повез ее в Вену и вел в общество украинских студентов Сич. Здесь Наталья познакомилась со многими известными людьми, в том числе и с литераторами. Именно в Вене в 1883 году Кабринская пишет свой первый рассказ «Госпожа Шуминская» или «Дух времени». Рассказы одобрительно восприняли критики, и Кабринская пишет дальше. Эту работу совмещает с активной публичной деятельностью. Создает организацию «Общество русских женщин». Ее цель – высшее образование и гражданские права для всех галичанок. 8 декабря 1884 года, день, когда прошло первое собрание общества, можно считать днем рождения украинского феминизма. Еще через три года, в июне 1887 года, Наталья буквально ставит на уши весь писательский мир. Вместе с Еленой Пчилкой за свой счет выдает женский альманах «Первый венок». Там 464 страницы, заполненные произведениями женщин-писательниц со всех украинских земель. Составление такого сборника было титаническим трудом. Но современники его не оценили. Литераторы-мужчины критиковали альманах, потому что считали, что там больше политики, чем литературы. В настоящее время «Первый венок» считается первым в мире сборником женского творчества, изданного самими женщинами. Именно на страницах этого альманаха прозвучала очень смелая мысль до того времени, о том, что женщинам необходимы гимназии и университет. Далее Кабринская организовала сбор подписей под петицией в австрийское правительство с требованием допустить женщин к высшему образованию. И этим разожгла в Австрии ожесточенные дискуссии. В конце концов, петицию отклонили. Не получилось реализовать и другой проект – детские сады в селах. Наталья была убеждена, что они облегчат непомерный труд женщин. Но ни правительство Австрии, ни польская администрация в Галичине проект детсадов не поддержали. Лишь несколько общин смогли тогда организовать их за свой счет. В преддверии Первой мировой войны почти все девушки из украинских интеллигентных семей имели среднее образование. Но университеты окончили в этот момент всего лишь 50 женщин. Война остановила женское движение по всей Европе. Прогрессивные девушки делали то, что в тот момент было необходимым – помогали своим государствам. Наталья Кабринская предоставляла в своем доме убежище с сечевым стрельцам и делала перевязочные материалы для фронта. В 1920 году женщина заразилась Тифом и умерла. В первую годовщину смерти Натальи Кабринской украинские писатели Галичины издали сборник произведений, посвященных ее памяти. Первому украинскому борцу за права женщин. Дело Кабринской продолжили другие галецкие женщины. На основе ее идеи в 1917 году зародился Союз Украинок. Он стал самой многочисленной женской организацией в межвоенной Европе. В 30-х годах Союз Украинок насчитывал более 60 тысяч участниц. Позже большинство из них ушли в подполье и приняли участие в движении УПА. Одна из самых известных женщин, возглавлявших Союз Украинок, Милена Рудницкая. Нетипичное для украинок имя она получила от отца-серба, профессионального юриста. Начальное образование Милена получила дома, затем училась во Львовской гимназии, а затем на философском факультете Львовского университета. В Вене защитила диссертацию «Математические основы эстетики Ренессанса» и получила степень доктора философии. Эта женщина была блестящей ораторшей и публицисткой. Главные ее темы – женские проблемы и национальный вопрос. А в 1933 году Милена сделала то, на что не решился никто из политических или государственных деятелей. Вынесла тему сталинского голодомора 1932-33 годов на международную арену. Именно благодаря ей 29 сентября 1933 года в Женеве прошло заседание Лиги наций, в котором приняли участие 14 стран. Чтобы этого добиться, Рудницкая задействовала все свои международные связи, ведь Украина не была членом Лиги наций, поэтому официально инициировать рассмотрение не могла ни одна украинская организация. Осенью 1933 года руководство председательства Лиги наций перешло к представителю Норвегии Иоганна Людвига Мовинкеля, и Рудницкая увидела в этом благоприятную возможность. Ведь, как писала она сама, это был для нас большой шанс, что руль Лиги наций переходил в руки представителя не великой державы, которого останавливали бы требования высокой политики, а представителя малого государства. Через знакомых Милена Рудницкая смогла договориться о встрече с президентом Лиги наций. Она передала ему всю информацию, передала обращения от разных украинских общественных организаций и даже помогла подготовить доклад. Но формировавший повестку дня секретариат Лиги наций отказался рассматривать вопрос страны, которая не является членом организации. На самом деле чиновники просто не хотели ссориться с Советским Союзом. Тогда искренне желавший помочь Мовинкель предложил Милене организовать письмо к нему какой-то уважаемой международной организации. Тогда бы он мог, несмотря на сопротивление секретариата, вынести вопрос голода в Украине от себя как особенно важный. По стечению обстоятельств, тогда в Женеве проходило собрание комитета связи международных женских организаций. Рудницкая связывалась с его главой, британкой Марджери Корбетт Эшби, и она организовала и лично передала письмо от международных женских организаций в руки президента Лиги наций. В письме была просьба обратить внимание на отчаянное положение заморенного голодом населения Советской Украины. Заседание 29 сентября 1933 года проходило в закрытом режиме. Милена Рудницкая сидела в коридоре вместе с украинскими активистами и журналистами и ждала, чем все закончится. Президент Юхан Людвиг Мавинкель четырежды выносил на голосование вопрос о помощи голодающим. Однако «за» проголосовало всего четыре страны. Непосредственно сама Норвегия, Германия, Ирландия и Испания. Остальные страны были заинтересованы в сотрудничестве с Советским Союзом. При руководстве Милены Рудницкой Союз украинок насчитывал 100 тысяч участниц. Как писала сама Милена, служба для нации была и является одной из ведущих идей украинского женского движения. Из него он черпает свой этнос и окончательное оправдание. Впрочем, осенью 1939 года после захвата Галичины советские власти Союз ликвидировали, а большинство участниц отправили в Сибирь. Сама Милена успела уехать в Швейцарию, затем в США, а в 50-х годах осела в Мюнхене. Ее смерть, как и жизнь, тоже не была обычной. Разочаровавшись в окружающей действительности, Рудницкая объявила бессрочную голодовку, поэтому и умерла в марте 1979 года. В 1993 году ее тело из Мюнхена перевезли во Львов и перезахоронили на Лычаковском кладбище. Почему, рассказывая о 8 марта, я вспомнил именно о суфражистках и украинских феминистках? Ведь они не устанавливали никаких женских праздников. Они действительно ничего не устанавливали. Они просто каждый день, всю свою жизнь без устали боролись за свои права и за свои идеалы. Шаг за шагом они ломали стереотипы и традиции патриархального общества того времени. Именно благодаря им современные женщины наравне с мужчинами могут получать образование, работать, голосовать, разводиться. Но за формальный женский день раз в год мы должны благодарить других дам, социалистов. В 1910 году в Копенгагене состоялась международная конференция женщин-социалисток. Там было более 100 участниц, делегатки из 17 стран мира, в том числе из Соединенных Штатов, Германии и России. Звездой собрания была Тереза Малкил из США. Ведь у нее единственный был опыт провозглашения Национального женского дня. 28 февраля 1908 года Тереза инициировала многолюдный женский митинг в Нью-Йорке. 15 тысяч женщин вышли на улицы и требовали права голоса, права занимать государственные должности и протестовали против дискриминации во время приема на работу. В честь этого события социалистическая партия США объявила в последнее воскресенье зимы Национальный женский день. Это, конечно, не было на государственном уровне, но стало прецедентом. Рассказ Терезы вдохновил ее немецких коллег, особенно социалистку Луизу Зиц. И уже Луиза, выступая на конференции, предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Ее поддержала другая немецкая социалистка Клара Цеткин. Делегатки приняли резолюцию, но конкретную дату женского дня не определили. Вот выдержка из их решения. В полном соответствии с классово-сознательными профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки ежегодно проводят женский день, который в первую очередь служит агитацией за предоставление женщинам избирательного права. Впервые в Европе Международный женский день отмечали 19 марта 1911 года. Демонстрации прошли в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Голландии. В 1912 году в честь праздника митинговали уже 12 мая. И только в 1914 году демонстрации прошли 8 марта. В бывшем СССР основательницами Международного женского дня назвали немецкую коммунистку Клару Цеткин и ее близкую подругу и соратницу Розу Люксембург. Так записали в школьных учебниках. Обе они действительно были на конференции социалисток в Копенгагене, но формально просто поддержали, а не внесли предложение о празднике. Дело в том, что жизненный путь Клары Цеткин очень хорошо вписывался в советскую пропаганду. Она часто бывала в СССР и вела там долгие дружеские беседы с Владимиром Лениным. Именно поэтому советские идеологи уцепились за Клару Цеткин и решили превратить ее в такой себе идеал. Но для этого им нужно было немножко подрихтовать ее биографию. С детства Клара Цеткин в девичестве Эйснер подавала большие надежды. В 9 лет прошла всего Геты и Шиллера, но в 18, окончив лейпцизскую женскую гимназию, не пошла в учителя, а вступила в социал-демократическую партию. Родители были настолько в шоке и настолько злыми, что даже хотели посадить ее под домашний арест. Но Клара была фанатично убеждена в правоте идей социализма. А еще горячо влюблена в своего наставника, политического эмигранта из Одессы, Осипа Цеткина. В 24 года девушка едет за ним в Париж и даже меняет свою фамилию на Цеткин, хотя брак с Осипом был гражданским. У пары родилось два сына, жили они бедно, а в 1889 году Осип умер от туберкулеза. Клара с детьми вернулась в Германию и с головой погрузилась в политику. Она редактирует газету немецких социал-демократов для женщин «Равенство» и фактически превращает социал-демократическое женское движение Германии в одно из сильнейших в Европе. Она часто организует женские митинги и не только текстильницы. К примеру, в 1910 году вместе с подругой Розой Люксембург она вывела на улицы немецких городов проституток с требованием прекратить бесчинство полиции. Но для учебников, конечно же, такой факт не подошел. И в советской версии проституток заменили просто на трудящихся женщин. Не подошла информация и о втором браке Цеткина с художником Георгом Цунделем, младше ее на 18 лет. Потому что пара жила богато, Георг хорошо зарабатывал, а это уже было как-то не по-пролетарски. И еще один эпизод, тоже не вошедший в учебники. В 1920 году, когда продолжалась Советско-Польская война, Цеткин была депутатом Рейхстага от коммунистов. И вот чтобы поддержать СССР, она с трибуны требовала не выполнять на немецких заводах военных заказов для Польши. Для этого призвала всех сознательных пролетарских женщин предлагать свою любовь любому рабочему, отказывающемуся производить оружие и боеприпасы. Ну, тоже, согласитесь, не для советских учебников. Кстати, украинская феминистка Наталья Кабринская, про которую я рассказывал ранее, замечала лицемерность социалисток в вопросе защиты женских прав. Она часто критиковала Цеткин за то, что та использует женские прелести для достижения политических целей и считала, что это путь в никуда. Украинская феминистка утверждала, что социалисты на самом деле не разбираются в потребностях женщин и просто используют их для достижения своих политических целей. Почему именно 8 марта, а не 7 или 10 были назначены большевиками как Международный женский день, никто точно не знает. Есть несколько предположений. Поскольку Цеткин была еврейкой, то выбрала дату в честь одного из самых больших еврейских праздников – Пурим. Некоторые исследователи считают, что восьмерка просто напоминала Цеткин очертания женского тела. Сейчас ни в одной европейской стране 8 марта не является выходным днем. Об этом празднике вспоминают только в странах бывшего соцлагеря. Впрочем, большинство граждан и там считают его советским пережитком. И нам, украинцам, тоже следует помнить не советские легенды, а настоящих украинских женщин, которые боролись за свои права. Это вовсе не означает, что не нужно дарить своим половинкам цветы и конфеты. Нужно обязательно. Просто не стоит себя ограничивать только одним днем в году для того, чтобы сделать что-то приятное и хорошее. Вот такая реальная история.